В прямом эфире программа Вести Рязани и я ее ведущая Ирина Целикова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах. Перевозчики развязали войну за рязанского пассажира. Маршрутный передел дошел до драки. За рулем автомобиля, который насмерть сбил ребенка в Рязани, был полицейский. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. И громкие кадровые назначения в региональном управлении ФСБ и РГУ имени Есенина. Новые руководители. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Рязани. В результате аварии на нерегулируемом пешеходном переходе в Приокском погиб трехлетний мальчик, а его мама получила серьезные травмы. Позже выяснилось, что виновник ДТП – сотрудник полиции. Подробности о страшной трагедии и ее последствии в сюжете Гелина Макаровой. Этот участок дороги между улицей Октябрьской и проездом Шабульна – одним из самых напряженных в поселке Приомске. Три полосы движения в одну сторону, три в другую. Пешеходный переход тоже очень активно используется. Дело в том, что с одной стороны несколько социальных объектов – это поликлиника, физкультурно-оздоровительный комплекс и завод. С другой – спальный район. Регулируемый пешеходный переход не спасает слишком далеко. ДТП здесь не редкость. Только в ноябре прошлого года в час пик насмерть сбили пешехода. В этот раз трагедия случилась ранним утром. Мама с ребенком спешили в детский сад. Хюндай сбил пешеходов на зебре. Трехлетний малыш погиб сразу. Женщину с тяжелыми травмами доставили в больницу. Виновником ДТП оказался сотрудник полиции. Как показала проверка, в момент аварии он был трезв. Полную картину происшедшего сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело. В отношении сотрудника полиции, находившегося за рулем автомобиля «Хюндай», возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 264 УК РФ. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Степень вины водителей еще предстоит определить. Но к трагедии привели сопутствующие факторы. Так выглядит этот переход вечером и ранним утром. Пешеходы видны лишь в свете фар. Фонари, которые есть на улице, дают крайне мало света. А зебры сообщают лишь знаки, которые можно просто не разглядеть. Разметка же на дороге отсутствует. Зато вдоль проезжей части немало сугробов. За ними тоже можно не заметить спешащих пешеходов. И если скорость превышена, ДТП не избежать. Водитель сейчас задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Елена Макарова, Александр Бредихин, Вести, Рязань. Маршрутный передел. Появление на рынке пассажирских перевозок нового игрока послужило причиной нешуточного скандала. Водители рязанских маршруток восприняли конкуренцию в штыки. И уверяют, оренбургский перевозчик в открытую нарушает закон. Что думают об этом пассажиры, узнала Наталья Пронькина. Сегодня просто праздник какой-то, говорят пассажиры на остановке. Обычно в утренние часы пик уехать на маршрутках из села Поляна в Рязани очень сложно. Самому дачливому удается протиснуться в салон. Менее ушло, приходится мерзнуть на ветру. Стребихинов, салочи, они подходят уже полные. Всегда битком ходят. По 30-40 минут мы стоим. Да, и метровые очереди. Неделю назад в Полянах появился альтернативный транспорт. Семиместная легковушка такси набирала пассажиров и везла до торгового городка. Правда, новым игрокам на рынке не обрадовались водители 110 маршрута. Конкурентам быстро объяснили, кто в Полянах хозяин. У нас все по закону, не переживай. Давай, давай. Вы что, охренеться? Почему, охренеться? А что вы делаете? А что мы делаем? Ты что с остановки собираешь? Ничего. Ты маршрутку, что ли, или что? И что, ну я такси. Сейчас ты такси, ты такси. Сейчас тебе такой закон будет, братан. Сейчас тебе такой закон будет, я тебе отвечаю. Ты об этом пожалеешь. Уже в... Питя уже сообщил. Ой, б***ь. Валя тут быстро. Синяки водителя такси Андрея сияют ярче, чем светофор. Мужчина, говорит, не ожидал такого сопротивления. В родном Оренбурге у него такой же бизнес. Охватывает пригородные маршруты с выгодой для себя и пассажиров. С братом Александром они решили освоить рынок перевозок в Рязани, создав компанию «Номинал». Пригнали три машины, чтобы потом, если дело пойдет, увеличить автопарк. Но столкнулись с борьбой за клиента, в прямом смысле слова. Хотя хотели как лучше. Рязань, Поляна, те же самые, да, это путь следования, по которому мы готовы возить и по которому мы готовы предложить тариф, минимальный вообще в Рязанской области. И он чуть выше. Если у автобуса стоит билет 36 рублей, то мы готовы возить пассажира по этому направлению за 40 рублей. Предприниматели, боятся еще одного нападения по городу, перемещаются в сопровождении вне ведомственной охраны. Обратились в полицию. В Полянское отделение с заявлением на причинение телесных повреждений. Выделение в Советском районе по факту угроз в свой адрес. К нему подъехал незнакомый мужчина и сказал, чтобы он немедленно убрался. После чего мужчина воспринял его слова как угрозу, испугался и вызвал полицию. Других участников данного конфликта в настоящее время еще не далось установить. По данному факту проведется сейчас проверка сотрудников полиции. Также проводится проверка по факту законной деятельности ООО «Номинал». Разрешение на работу у компании «Номинал» есть, но только в качестве такси. Регулярные пассажироперевозки по маршруту «Рязань-Поляны» – иной вид деятельности. Водители маршрута к нападению на конкурентов не комментируют, но в один голос заявляют, их 30 машин жителям полян вполне хватает, а легковое такси отнимает у них хлеб. Они сделали короткий маршрут, где самый большой пассажирпоток, откуда идет. Видят, маршрутка идет, просто прям раз сразу, собирают народ и пошел вперед. Такси оно должно стоять на стоянке. Пассажиры подошли к нему, сели и поехали. А это что такое перед маршрутками? Врывать людей? С Сузова города приехали. А вот представители службы такси уверяют, что не хитрят. Пассажиров забирают по ходу движения, на что имеют право по 69-му федеральному закону. «Нам на остановку не надо заезжать. У нас есть свое место. И тут в торговом городке стоянка такси, и там стоянка такси. Они туда садятся и едут. А по путеследованию мы, как такси, нас останавливают». И та, и другая стороны написали письма в транспортную прокуратуру и областной Минтранс. Пассажиров же и не волнует, кто прав, кто виноват. Люди готовы голосовать рублем за то, что выгоднее и комфортнее. Правда, они такой возможности лишились. Новое такси пока работу свернуло. Наталья Пронькина, Станислав Ербицкий, Вести, Рязань. Сразу два знаковых кадровых назначения. В региональном управлении ФСБ сегодня ознакомились с новым начальником. Им стал полковник Сергей Ерофеев. Ранее он служил в должности первого заместителя начальника ФСБ России по Ростовской области. Генерал-майор Александр Лазнов, прежде занимавший пост руководителя Рязанского управления, убыл к новому месту службы, как объясняется, в связи с плановой кадровой ротацией. Накануне ему был вручен региональный знак отличия – знак великого князя Олега Рязанского. Новый руководитель появился и в Рязанском государственном университете. Выборы проходили в закрытом формате. На пост главы крупнейшего в Рязанской области вуза претендовали три кандидата. Исполняющий обязанности ректора Алексей Зимин, декан факультета истории и международных отношений Андрей Минаев и один из проректоров вуза Василий Страхов. В итоге новым ректором вуза стал Андрей Минаев. За него проголосовало абсолютное большинство выборщиков. Виртуальная АТС «Фомощь бизнесу» в Рязани сегодня открыли крупнейший в России федеральный центр телемаркетинга. Возможности для абонентов с этого дня открываются впечатляющие. О мобильной связи нового поколения и дополнительных рабочих местах. Ольга Андреева. Алло, здравствуйте. Меня зовут Анна, департамент по развитию бизнеса. Есть у вас сейчас свободное время пообщаться по вопросу корпоративной связи. С этого вопроса у Анны Поповой начинается каждый рабочий день. За смену она делает сотни звонков. Заинтересовать абонентов новыми услугами бывает непросто, признается девушка. Главное – стрессоустойчивость, отработка возражений, потому что все мы знаем, что по телефону очень трудно продавать. Если раньше в Рязани сотрудничали только с региональными клиентами, то теперь охвачена вся страна. Решение о централизации работы с клиентами среднего и малого бизнеса всей России было принято больше года назад. Тогда же объявили конкурс на выбор лучшей площадки для организации такого подразделения. Конкуренция была высока. Учитывались многие факторы, в числе которых уровень культуры и социально-экономические показатели. Рязань выиграла по всем параметрам. У нас хорошая сеть высших учебных заведений, которые готовят хороших специалистов. У нас хорошие коммуникации федерального уровня, которые позволяют обеспечивать бесперебойную связь. Ну а для нас важно то, что здесь получат десятки, сотни молодых людей, получат рабочие места, на которых они будут работать, получать достойную заработную плату и наказывать важные услуги, которых нуждается общество. Федеральный центр телемаркетинга – первый подобный в стране. Здесь работает более 200 человек. Зона обслуживания – вся Россия. От Клининграда до Владивостока. Ольга Андреева, Валерий Чикин. Вести Рязань. Сегодня в России день воинской славы. Дата возвращает февраль 43-го, когда советские войска окончательно разгромили противника под Сталинградом. Это сражение военные историки называют началом коренного перелома в Великой Отечественной войне. А ветеранам вспоминают о Сталинградской битве как о самом кровопролитном сражении. Оборона города длилась 200 дней. Погибло более 700 тысяч солдат Красной Армии. И сегодня в Рязани на площади Победы к памятнику возложили цветы в память о тех, кто героически сражался за город на Волге. Нажиться на коммуналке не получится. Управляющие компании начнут наказывать рублем за избыточные суммы в квитанциях. Штраф будет нефиксированным, а составит половину от ошибочной суммы. Живых денег потребитель не получит. Но ему снизят размер платы за соответствующую коммунальную услугу путем перерасчета. И в квитанции это пропишут отдельной строкой. До 2017 года такой ответственности не было. В результате многие компании злоупотребляли начислением избыточных платежей в расчете на то, что многие этого просто не заметят. В Рязанскую жилинспекцию в прошлом году поступило более 1200 обращений по вопросам оплаты ЖКХ. По результатам проверки подтвердились два десятка нарушений. Вот у кого есть гарантированная возможность сэкономить на коммунальных тратах, так это инвалиды. Для них предусмотрен ряд льгот. Знают об этом далеко не все. А ведь это и существенные скидки за услуги ЖКХ, и сниженный процент платы за капремонт. Но вот вопрос доли платежа по-прежнему решается в индивидуальном порядке. Подробнее расскажет Максим Ларин. Валентине Старовойтовой 80. Давно оформила инвалидность. Но хотя болячки напоминают о себе время от времени, пенсионерка старается вести полноценный образ жизни. Много читает, вяжет, а летом отправляется в загородный дом. Она рассуждает о политике внутренней и внешней. И разбирается в законодательных тонкостях. Оформила все льготы, на которые имеет право. Они и крайне помогают. Есть возможность позволить себе чуть больше. Как узник получаю все льготы. И вот пенсию прибавляют. Хорошо. Пенсию хорошую получаю. 50% на всю семью где. И где 50% только на меня, на льготника. Там, ну, по инструкции, по положению. В стране разработана целая система мер, поддерживающих инвалидов. Это и социальная пенсия, которая в зависимости от группы в регионе может достигать почти 12 тысяч рублей. И дополнительные ежемесячные денежные выплаты. Важный бонус – 50% скидка на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства. Ведь многие инвалиды практически не покидают квартиру. Соответственно, счетчики крутятся почти без перерыва. Содержание жилья в жилых помещениях, являющихся государственным и муниципальным жилищным фондом. Оплата коммунальных услуг. Всех коммунальных услуг – это и отопление, и горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, электроэнергия. Все эти услуги подпадают под компенсацию лицам, являющимся инвалидом. На поддержку могут претендовать не только сам инвалид, но и его семья. Но компенсация – вещь сугубо индивидуальная. Все зависит от условий потребления, например, тех же самых коммунальных услуг. Компенсация предоставляется исходя из тех тарифов, которые установлены на сегодняшний день в Рязанской области. Максим Ларин, Артем Королев, Сергей Громотеев. Вести. Рязань. Сразу после нас смотрите продолжение многосерийной мелодрамы «Доктор Анна». Главная героиня оказывается в чужой стране из-за подозрения в убийстве. Но память возвращает Анну в Россию, где осталось все, чем она жила и что делало ее счастливой. Молодая женщина решает, что она просто обязана не сдаваться. Отныне она будет сражаться за возвращение на родину, за свое честное имя и все то, чего ее лишили. Шаг за шагом Анна идет к своей цели, обходя врагов и недоброжелателей. Подолжение захватывающей и полной драматизмы истории смотрите прямо сейчас. Вот я и добралась до тебя. И на этом у меня все. Увидимся завтра в то же время. По данным Гидромцентра России, в ближайшие сутки ожидается переменная облачность без осадков. Ветер южный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление из 755 миллиметров ртутного столба существенно не изменится. Температура воздуха ночью по области минус 19-21, в Рязани 18-20 градусов мороза. Днем по области минус 11-13, в Рязани 10-12 градусов ниже нуля. Самые оперативные новости теперь и на Маяке.